Торос на правах хозяев мощно начал первые минуты матча, и это давление принесло свои плоды уже на восьмой минуте. Нефтекамцы организовали быструю контратаку. Василий Мординов вошел в зону и мощно забил шайбу от синей линии. Глыбы вскоре могли увеличить отрыв до двух пунктов, но во всех эпизодах хозяевам не хватало хладнокровия. В конце первого периода активизировались гости. Черников с убойной позиции не смог переиграть с Михаила Мейера. Минуты позже Торосу не помог и вратарь. Эдуард Гематов в стопотворении у ворот протолкнул снаряд в сетку. 1-1. Во второй двадцатиминутке все силы команды отдали борьбе за инициативу, но вот с голами пришлось подождать до третьего периода. Торос вышел на лед после отдыха в большинстве из-за двойного нарушения Никиты Крамского, нападающего командой Ишстель. Этим сполна воспользовался Илья Бочков, выстрелом от синей линии, прошивший Кислицына. 2-1. Не обошлось в матче и без драки. Василий Мордвинов в противостоянии с Андреем Алексеевым вышел победителем. На экваторе встречи счет снова стал равным. Александр Черников записал шайбу в свой актив. Ишсталь продолжала наращивать обороты и дальше. За три минуты громадное игровое преимущество трансформировалось в гол. Пострадавший в драке Алексеев впервые в матче вывел Ижевчан вперед. Уже через минуту Артем Гордеев с передачи Скороходова переводит игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке Самсон Махбот повторил свой трюк из победного матча с Южным Уралом. 4-3 Торос второй раз обыгрывает Ишсталь в родных стенах.